Здравствуйте! Добрый вечер! Здравствуйте! Я с Херсонской области, а вы откуда? Люберцы, Подмосковье. Интересное название Люберцы, а что оно обозначает? В душе не компенсирует, не знаю. Ну город так называется Люберцы, да и все. Да-да-да-да-да. Как бы непонятно. А Херсон что обозначает? Ну это Херсонес таурическое, греческое название. Ну реально, Херсонес он не в Херсоне. Херсонес вообще, если я правильно знаю географию и историю, Херсонес вообще находится в Крыму. Да, там мыс Херсонес, а как такового... А почему Херсон называется Херсоном? Ну я в души не компенсирую. Города как такового Херсонес не существует в Крыму. Просто там есть мыс Херсонес и все. Слово Херсонес, оно греческое и названо вообще в честь мыса Херсонеса. Потому что это все считается и Херсон, и Крым, и вот юг Украины, Херсонская, Николаевская области. Это все считается Таврия. И вот он так называется Херсонес таврический. А там в Крыму там города нету, там только мыс Херсонес и все. А город тоже Херсон, он назван в честь Херсонеса. Тоже греческое название и все. А Люберцы... А Люберцы это... А кто его построил хотя бы? Его построили люди. А вы думаете... Я просто обожаю Хохлов. Как вы виляете, ебать, вот так вот виляете. Кто построил Херсон? Ну, кто? Ну, кто основатель, да, города? Давай, вильни опять, ебать, ебать, вильни. Немцы. Блядь, это пиздец, какие вы хохлы, суки. Ну, не немцы основатели, ну, немцы. Нет, почему? Это Херсон сделал Потемкин. А подождите, подождите. Херсон, Одессу, это все. А кто такой был Потемкин? Блядь, фаворит ты, Екатерина. То есть, вы хотите сказать, что Потемкин взял вот руку-лопату и начал строить фундамент? Нет, 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 конечно, этого не было. Наверное, он по приказу немки Екатерины Второй, да? Да, он сказал, здесь... Нет, не он сказал, это она сказала. Нет, она вообще в этом... Нет, 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 она сказала. Нет, нет, нет. Да, 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 а вы найдете. Вы найдете. Он когда это все поделал, когда он это все сделал, он сказал, Катя, приезжай, позвонил ей там по мобилке, я не знаю почему, он говорит, и она поехала. А что он там поделал? И она потом только это все увидела, а до этого там все сделал Потемкин, все сделал Потемкин. А что он там поделал, например, скажите? Блядь, сделал Одессу, а нет, там еще Одессу, да, Одессу, Николаев, обустроил Крым, войну с турками устроил, ну он дохуячего сделал. А можно как-то без матов, вы можете? Я понимаю, что это татарские слова у вас, ну ладно, я понял. Хорошо, значит, давайте я вам скажу, вот здесь у меня, я открыл Википедию, где описан наш прекрасный город Херсон, и сказано, что там принимал участие Потемкин, да, но по приказу Екатерины Второй немки. Так что она была главная... Блин, по какому приказу? Он сам мутил, ну блин, ну вы же должны знать... Да он гомнюк был, и неизвестно, где его похоронили. Вы знаете, где вообще могила этого сраного Потемкина? Ну объясните. Его только похоронили и выкопали, и выбросили его кости, и нигде его нет. Если я не ошибаюсь, я... Так, подождите, а где я был? Я был в Николаеве, мы были там в какой-то церкви, и там похоронен кто-то? Там, по-моему, похоронен Потемкин, если не ошибаюсь, Николаев. Что его там костей вообще? Вы почитайте когда-нибудь на досуге, а где вообще могила Потемкина? Его, он был, значит, вот фаворитом этой Екатерины, но у него было много врагов. Его там похоронили действительно, но потом приехали и выбросили эти кости. Ну хотя бы, ладно, ладно, ладно. Ладно, ладно, да-да-да-да, теперь вы только не мельтешите, спокойно. Теперь давайте об Одессе, да. Одесса, как назывался город до Одессы? Название как его было? Или вы думали, там вообще никто не жил? Нет, да? Так он назывался Хаджибей, вы найдите. Хорошо, я посмотрю об этом обязательно. Обязательно. Я же не знаю, как, допустим, там, откуда взялось у вашей столицы, прекрасной России, мордовское слово Москва. И вот вы назвали его по-мордовски. Я же, так сказать, не имею никаких претензий. Кто его там, татары основали, мордва основала. А мордва это плохие люди, мордвичи? А я не отличаю русских от мордвы. У вас одни фамилии, одни имена. И вообще, мордва это есть основатели русского народа. Вы же те же, вы же те же у графины. Даже макшане и все. И не спорьте, все нормально. А же если так и есть. Да, вот так. Это все отлично. Что в этом плохого? Даже если так и есть. Что в этом плохого? Это хорошо. Ну, я тоже так считаю. А знаете, почему хорошо? Ну, почему? Что это вот ваше мнение опровергает мнение Путина. Который всегда на всех конференциях твердит, что мы некие с вами кровные родственники. Как мы можем, славяне, быть с вами кровными родственниками? Вот я, я ваша, вот, вот, вот. А как вы меня связывались с Путином? Причем здесь я к Путину? Да, Гамнюк он, Путин я. Вы молодец. А вы молодец, вот. Вы, Мордвин, Путин дурак. Все понятно. Хуйло, долбоеб. Все понятно. Да. Так вот, Одесса называлась Хаджи БМ, да? Давайте, давайте. Не, давайте я вам по порядку, по порядку. Скажите, говорите. Пять минут, пожалуйста. Давайте. Да. Не, я минуту скажу. Ну, чтоб вы понимали. Вообще, чтоб вы понимали, да? Я считаю себя русским человеком, но я по национальности немец. Мы переселенцы из Германии в Ростов. Ну, знаете, да, это было время при Екатерине. Вот я, ну, я немец. Но я считаю себя русским человеком. Мар-2, Хуэр-2. Есть понятие русский человек. Русский человек, это, блядь, это такое образное понятие. Это, блядь, татары. Татар, у меня есть знакомые башкиры. Они говорят, мы русские. Они не хотят, ну, не то, что не хотят. Они говорят, мы башкиры, но мы русские люди. Понимаете или нет? Есть понятие. Я понимаю, я вам сейчас все объясню. Как славянин, как славянин. Вам я все объясню с точки зрения славян. Вы вот, смотрите, вы можете быть русским немцем. Может быть, башкир будет русским башкиром. Может быть, мордвин может быть русским мордвином. Поэтому-то и русский слово прилагательное, а не существительное. Я украинец, есть немец, есть поляк, есть француз. А русский, это, извините, куда можно его прилепить, куда угодно. А есть русский человек, русский человек. Есть такое понятие, русский человек. Человек, да. Да, русский человек, который, ну, нет нации. Он просто... Нету, нету. Мы им все время говорим... Он может сказать, я русский человек. Мы им все время русскими говорим. Вы не славяне, вы вообще искусственно созданный народ. Из всяких там вот приезжих. Просто им прилепили название русский как прилагательное. Вот вы немец, а вам прилагательное русский. Хорошо. Значит, вы русский немец. Что в этом плохого? Что в этом плохого? Так я хвалю, это нормально. Да, я так считаю, да, это классно. Они вот эти вот... Ко мне приезжают, ну, ко мне приезжают в гости башкиры и говорят, ну, я русский человек. Мы с ним сидим, бухаем там, все. Он говорит, я русский. Прекрасно. И я тоже кайфую от этого. Прекрасно. Я говорю, я немец по национальности. И говорю, ну, я русский человек. И мы... Я не могу понять, а что в этом плохого? А мы вас тоже поддерживаем. Правильно делаете. А вот Путина потом... Смотрите, кого мы не поддерживаем. Да, Путин здесь... Он нам тоже не нравится. Да, говнюк он хуйло, понятно. В общем, мы его не поддерживаем, потому что он врет вам, противоречит. Понимаете? Поэтому выступаем мы за вас, вот таких людей, которые практически хорошо понимают, что русский это имя прилагательное. Нет, я тебе еще раз. А они-то сопротивляют. Все. Я с вами согласен. В общем, оставляем этот вопрос. Я согласен. Я с вами согласен сто процентов. Что ж такое? Да. Калифорния. А вы Калифорния. Наоборот, у вас вечереет, а там у них святает. У нас без трех минут два. День. День. Понятно, да. Да, 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 да. А что ж такое? А вы с какого города? У вас Россия по ВПН-ке зашли. Нет, она сама что-то поменяла, мне как-то все равно. А можно тогда, чтобы сама меняла? Что-то непонятно. Вы с Украины откуда? Я Херсонская область. Лазурная. Я из Одессы рода. Ну, здесь у нас вот идет так по порядку Херсон, потом Николаев, а потом Одесса пошла. Нет, наоборот, вы не правы. Одесса, Николаев, потом Херсон. Да, пусть, смотря, если... Ну, Одесса больше Николаева, Николаев больше Херсона. Вот сверху вниз пошли. Не, я по карте считаю от себя. А зачем? А что вы от себя считаете? Вы от Европы считаете, от меня, с Одессы? Чего вы унижаете мой город? Хорошо. А на какие темы вы общаетесь? На темы? Ну, смотря с кем. Я с американцами, которые там живут, даже не знаю. Что у вас там актуально? А с россиянами? Я же Россия, вы же поставили Россию. На какие темы общаетесь? Нет, это у вас светится Россия, я не знаю. Да, но вы же когда выбирали страну, вы выбрали Россию? Нет, у меня тут стоит на этой рулетке, там можно поставить... Вот, я поставил Беларусь, но белорусов, как ни странно, очень мало или вообще нет. Их блокируют. Их блокируют. Поэтому вместо белорусов то ли Украина попадается, то ли Россия, то ли вообще Бразилия и все что угодно, только не белорусы. В Бразилии попадается, потому что язык общения русский, а он, видно, в Бразилии тоже эмигрант, поэтому показал язык общения русский. Вот с правой стороны, видите, язык приложения. Да нет, у них это самое, у них там в Бразилии знаете какой государственный язык? Вот угадайте. В Бразилии? Да. В португальский? В португальский. А еще в каких странах португальский государственный? Да я понятия не имею, я не помню. А, знаете, да. Еще кроме Бразилии, еще в Анголе и Заире. Ну, может быть, я там не был и никогда не буду, и, честно говоря, африканский континент меня мало интересует, я никогда туда не попадал. Ну, я малмальский знаю, португальский, потому что два года там прожил. Это здорово. Любой язык – это хорошо. Вот, у меня, к сожалению, к языкам плохая предрасположенность. У меня и с английским плохо, я 20 лет здесь живу, и английский на нулевом уровне я работал в русских компаниях, так получил. Ну, это, у нас здесь люди живут в Украине и никак не могут выучить. Какую тему вы с русскими общаетесь? Да, я говорю, что, а, да, спрашиваю их, как они относятся к протестам в Белоруссии, вот такую тему. Отрицательно, я к любым протестам отношусь отрицательно. А, вы как бы вместо русского? Ну, да, если, ну, нормальный человек, неважно, россиянин он живет там, где я, ну, нормальный человек к протестантам относится плохо. Если проголосовали, я, например, слышал, что он сказал, хотите, любой участок поднимем документы и будем это вот пересчитывать. Так они сказали, что все документы сошли, это неправда. Он выступал и говорил, пожалуйста, есть счетная комиссия, идите пересчитайте подписи. Это раз. Во-вторых, он обратился в Европу, чтобы они прислали наблюдателей. Европейцы не прислали наблюдателей, но через три часа после конца голосования они заявили, что выборы нарушены, что они не являются легитимными. Так пришлите сначала наблюдатели, а потом делайте выводы. Да, 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 да. А вы вообще поддерживаете, вот вы же как бы не любите вот эти протесты, вы вообще вот в данный момент не протестуете против позиции правительства Соединенных Штатов Америки? Вот что-то они отрицательно как бы вот к этому выборам и не признали вообще Лукашенко. А это как бы не то, да? Это нет. Я имею в виду вот эти сейчас выступления Black Lives Matter, которые говорят, ну, за черных и так далее. Там и белых много и все, но половина этого контингента это криминальные, криминальные наркоманы, бывшие сидельцы, которые сидели... Вот посмотрите по убитым. Да, я об этом, я не об этом говорю. Они мне ваши... А о чем? Я о том говорю, что если, допустим, вот ваше правительство не поддерживает... Я понял. Подождите, вы же сказали, я вам рассказываю, да. Если ваше правительство не поддерживает Лукашенко, не признает выборы эти легитимными, то некоторые вот, я видел же, ваши граждане Америки выходили там к посольству российскому и белорусскому и демонстрировали, что они против Лукашенко. Так вы как к этим демонстрантам относитесь, которые демонстрируют против вашей же американской власти? Вы тоже не согласны? Могли бы примкнуть туда-то? Подождите, они не против, наоборот. Они против Лукашенко демонстрации и правительства. Они за решение правительства. Вы что-то перепутали. Я говорю, против Лукашенко и за вот это, но против вашей позиции. Моя позиция, что все должно быть по законодательству. Значит, выбрали его, не согласны, подавайте апелляцию. Ну, а вы вот это Помпео объясните Трампу, что... Ну, вы что там, пацаны? Сидел вот это Помпео и уничтожили страну, полтора миллиона погибших. И мотал вот этими вот отравляющими веществами. Вы не помните этот подонок, что сделал? Его вообще нужно было посадить и разорвать на куски. Сколько американцев там погибло и сколько иракцев. Это что, нормально? Ну, так вы идите с протестом. Ну, мало ли, куда я должен выходить, это же мои проблемы. Нет, так вы же протестантов, я же говорю, не поддерживаете. Я поддерживаю свое мнение. Вы, не, я понимаю, у вас такое мнение есть, но вы, допустим, протестуете своеобразно. Здесь вы в интернете, а другие протестуют на улице. Какая разница? На здоровье, на здоровье. Он хочет, пусть идет. Я, например, считаю глупостью ходить с этими плакатами и так далее. А протестовать, вы вообще-то не против протестантов, только против такой формы на улице. Вы за домашнюю форму протеста, правильно? Почему? Я нет, я не против. Я могу высказывать свое мнение. Но протестовать против решения правительства, я не протестую и им не советую. То есть вы, как бы, протеста у вас... Правительство выбрало большинство. Если они так решили, значит так и должно быть. Я могу быть не согласен, но я выбрал их и они приняли решение. Все. Мне говорят, если я хочу протестовать, пожалуйста, выборы идут, выбирай другого. Тот, кто против этого. А вот ходить и, извините, не работать, стачки организовывать и так далее, я считаю, что это неправильно. Человек работящий, он не будет по стачкам лазить. Так, а что, у вас нельзя бросить работу и уйти в Америке? Там принудиловка или как? Нет, пожалуйста, только за счет, что ты жить будешь. Через месяц, если ты снимаешь квартиру, через месяц тебя выкинут с квартиры. Так они вот этих проблем не понимают, белорусы, что кушать нечего, да? Они не понимают, что такое, они не понимают, что такое свобода и кричат. Вот посмотрите, сколько интервью брали. Спрашивают девочку, что ты хочешь? Она говорит, свобода. А какой свобода, что? Ну, я не знаю, свобода я хочу. Нет, ну, какой конкретно? Ну, я не знаю, свобода. Вот стоит байстрючка, там, 17-18 лет. И она вышла тяпкать, потому что ей нужна свобода. А в чем ты видишь не свободу? Она не знает, что ответить. Почему? Потому что мозги запудрены. 200 долларов там или 200 там этих зайчиков ей дали. И она вышла постоять, потусоваться. Понимаете? То есть вы считаете, что продажный народ там в Беларуси, да? Почему продажный? Я этого не сказал. Ну, вы же говорите, купили эту девчушку за какие-то коврышки какие-то. Во всяком случае, белорусов я больше угрожаю, чем украинцев. Намного больше. А вы, извините, сам кто? Я из Одессы родом. Я коренной одессит. Где-то у меня украинец. Ширый украинец. А на каком пляже вы любили купаться, хоть скажите? Я не любил купаться. Я работал на дельфине-спасателе. Спасателем? Да. И дельфин на каком пляже? То есть дельфинария еще не было, когда вы там были? Нет. Дельфин это название пляжа. Вот там, где сейчас это судно перевернулось, вот это и есть дельфин. Напротив него как раз наша буря. Понятно. Вы что-то не понравилось там в Одессе, вы уехали, да? Мне не понравилась украинизация. Конкретно. Я вам объясню почему. Я люблю украинский язык. Я его изучал со второго по восьмой класс. Но он для меня иностранный. Хотя дедушка у меня украинец. Я думаю, разговариваю на русском языке. И мне намного ближе русские поэты и писатели, чем украинские. Извините. К сожалению. Или к счастью. Вот. Поэтому, когда начали моего ребенка учить украинскому больше, чем русскому, я уехал. Я не перенес. Я считаю, что дерибасовская должна называться дерибасовская. Она дерибасевская. Понимаете? В Одессе никогда ее так не называли. А сейчас заставляют. В Одессе не осталось ни одной русскоязычной школы. Это хорошо? Это плохо. Если бы не трогали язык, все бы плечо к плечо дрались за эту Украину. А так как вы сами виноваты в том, что вы дерибаните людей на русских, москаляку, нагеляку, понимаете? Дегенераты прыгают. Вот. Вы сами разделили народ. И плохо это кончится рано или поздно. Я считаю. Скажите, ну теперь ваш ребенок английский хотя бы выучил? Она, ее не отличают американцы. Они, когда она говорит, что она приехала в 8 лет, ей говорят, не может быть. Она говорит чисто по-английски. Притом так чисто, что она работает на телефоне в говерменте. То есть у нее работа компьютер, телефон, отвечать людям. То есть это нормально, что человек там, где живет, изучает язык той страны? Ну извините меня. Если в этой стране 80% населения русскоязычное, оставьте им второй язык. Что вам мешает? Если я прихожу куда-то и мне нужно заполнить документы на украинском языке, да, согласен. Но брать и показывать русские фильмы с переводом на украинский, а просто русские фильмы не показывать, я считаю, это подло. По отношению к русскоязычному языку. Скажите, там у вас в Америке латиносов много, из Мексики. Почему вас не введут второй латинский? А кто вам сказал? Во-первых, не латинский. Есть у вас там, ну а не латиносы, мексиканский, а это, испанский, 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 испанский. Остановитесь. Значит, в школе мой ребенок изучал все на английском языке, как иностранный изучал испанский. То есть, два языка у него, испанский, английский и русский, и украинский. Там у вас есть на вот этом испанском языке название улиц? Нету написано? Нет, они написаны по-английски, но очень много испанских названий. Очень много. Даже, понимаете, ну очень много улиц. Но дело не в этом. А скажите, вот этот вот самый Дерибас, он кто по национальности был? Дерибас, испанец. Кто-кто? Он из Испании. Он испанец, да. Так может, по-русски не надо писать, а написать по-испански? Почему вы себе, так сказать, вот приватизировали, зачем вы приватизировали себе испанское, значит, вот слово, и считаете, что на украинском языке оно не может звучать? Объясните. Потому что украинский язык, это приватизированные слова с польского и русского. Вот, но мы бы об этом не говорим. Имя собственное, Дерибас, пишется на любом языке, но звучит, как звучал на испанском. Дело не в этом. Я вам скажу, что это при Черноморье завоевало русское государство, Российская империя. И первоначально на территории моего города, с 1794 года, был основной язык русский. Но говорили в Одессе на многих языках. Моя соседка могла выйти и сказать другой соседке. Добрый день, мадам там Королицкая. Я имею вам сказать, что я, будучи сегодня на привозе, видела то, что вы мне говорили. То есть, обращение мадам французская. Я имею вам сказать, чисто английское построение предложений. Люди так разговаривали, потому что все языки в Одессе ценились. Но Куприн писал об Одессе. И только в Одессе можно... Ну давайте как-то, а то мы слишком далеко уйдем. Вот вы сказали такую фразу, что Одессу основала, значит, это русский город, но основала Российская империя. Скажите, сколько в Российской империи было народов? И какое участие в двух русских турецких войнах принимали украинцы? Кто такой матрос Петр Кошка и все прочие, которые воевали вот здесь вот за Севастополь? Вы считаете, что украинцы мало вклад сделали в Российскую империю? И во Второй мировой войне мало воевали? Я понял вас, можно ответить? Да, да. А зачем? Когда появилось слово украинцы? Украина. Слово Украина? Ну вы же грамотный человек. Возьмите, найдите... Подождите, подождите. Первое упоминание слова Украина в Ипатьевской летописи от 1225 года, что ли? Как правильно сказать, украинец или украинец? Украинец. У вас в российском языке нету такой буквы «и», это «и» с двумя точечками. Украинец. Так вот, в Ипатьевской летописи пишется не Украина, а Украина, Украя. Это местность, находящаяся у края империи. Вот тогда еще не империя была, а государство. Понимаете? Подождите, подождите, подождите. Эта летопись была тогда, когда еще даже Москвы не существовало, и никакой империи не существовало. Успокойтесь. Хорошо, я же сказал, что империи... Да, да, давайте вот, я же вам объяснять буду, а вы потом будете возражать. Хорошо? Так вот, значит, слово «Украина» упоминалось еще до того, как основали Москву. Это раз. Да вы что? Да, да, да. Ты набрался этого два-три слова, где-то вычитал выписку из Ипатьевской летописи, ничего, чушь. А вы откуда вы это знаете? Вы где набрались этого? А ты что, там же набрался, только такое говно, как ты не ел. Да вы не нервничайте, а то вы сейчас удерете через одну минуту. Я перед собой вижу дебила с шизоидной простойкой. Да не нервничайте. Который у меня клепит и херню несет. Да не нервничайте. Говорите, только не удирайте. Куда же вы? Хе-хе-хе-хе-хе. Субтитры сделал DimaTorzok